Бедней будет штормовать границы. Чем климатическая миграция грозит России и миру? На этой неделе вошел отчет ООН о том, что климат меняется быстрее, чем ожидалось, а также отчет офицерного банка, в котором говорится, что уже к 2050 году число климатических мигрантов перевисит в 2000 миллионов человек. Массовое переселение людей будет происходить из-за недостатка пресной воды, засухи и наводнений. Рассказываем, где климатическая миграция уже начиналась и чем она может обернуться для России. Когда и где начнется массовая климатическая миграция? 13 сентября Весмерний банк опубликовал отчет Граундсвелл, согласно которому количество климатических или экологических мигрантов к 2050 году вырастет до 216 миллионов. Масштабное переселение людей из одних стран в другие будут, по мнению авторов отчета, происходить в ближайшие годы из-за внезапных или постепенных изменений в природной среде, вызванных под днем уровня моря экстремальными богодными явлениями, например, слишком аномальная жара или холод за сухой или нехваткой пресной воды. Климат трансформируется неравномерно, поэтому в результате глобального потепления в некоторых странах может похолодать на несколько градусов. В некоторых регионах, например, в Арктике, значительно теплее, а в других климат может становиться локально холоднее. В контексте экологической миграции принято говорить о странах третьего мира, где климатические изменения приводят к голоду и росту смертности. В том же недавнем докладе Фессмертного банка, во первую очередь, внимание сосредоточено на таких регионах, как Северная Африка, Восточная Европа и Центральная Азия. Однако авторы предупреждают, что ни у одного региона нет иммунета от этой проблемы. В отчете Фессмертного банка сообщается, что внутренняя климатическая миграция будет расти в ближайшие десятилетия, а после 2050 года ее темпы ускоряются еще сильнее, если страны не сократят выпросы барниковых газов. При этом уже к 2300 году в разных регионах возникнут отшаги климатических миграций из регионов, где климат будет угрожать жизни и благополучию. Люди начнут массово перебираться в регионах с лучшими условиями. Заместитель глава Фессмертного банка по устойчивому развитию Йорген Фьогли предоставляя отчет, сказал, что если в ближайшее время будет принятие мэрии по сокращению выбросов и восстановленную экосистем, то количество климатических мигрантов может сократиться на 80%. Однако неизвестно, насколько реально, что такие меры будут своевременно приняты, учитывая, что в опубликовании на этой же неделе отчете ООН по климатическим изменениям говорится, что ситуация с глобальным потреблением хуже, чем предполагалось. А локдауны из-за поднимения COVID-19 не помогли сократить выпросы барняковых газов. Кто и откуда будет мигрировать? В действительности количество мигрантов может быть даже больше указанных в отчете Мессмертного банка показателей, так как они не учитывали богатые страны Европы или островные государства, которые тоже могут оказаться в зоне риска. Самые чувствительные изменения происходят даже не столько в температуре, сколько в комбинации температур, влажности и других барометров, сказал в комментарии Forbes футуролог инвестор и бывший генеральный директор РВК Ивингий Кузнецов. По одной из моделей климат Южной Европы потеряет 300 до 40% влаги уже к 2040 году. Грубо говоря, отмешает Кузнецов. Это значит, что Италия превращается по климату в Тунис. В то же время в Юго-Восточной Азии количество выпадающих аздаков сильно растает, бывают берюди, когда 100% влажность сочетается с температурой выше 303 градусов. Такое сочинение очень опасно для боджилов, граждан и людей, у которых есть проблемы со здоровьем. «Получается, что очень много заселенных и довольно богатых регионов может попасть под ударом климатических аномалий или существенного изменения температур», объясняет Кузнецов. Инвестор, визионер, основатель NextBigLink и бывший исполнительный директор РАУ Е-Яси Александр Щиконов, отмешает, что среди климатических мигрантов будет очень мало тех, кто может это себе позволить или выбрать комфортный для себя климат, то есть обеспечения людей из регионов, где климатическая ситуация оказается недостаточно благоприятной. Бодовлияющее полничество – это беженцы, которые будут просиваться через границы на русской законе и будут жить во временах последних поселениях в соседних странах. По оценке Щикновья уже в ближайшие десятилетия мы сталкиваемся с проблемами размещения миллионов новых климатических мигрантов во всему миру. Выделяют два основных направления климатической миграции. Внутри страны, которая обычно вызвана стихнем и трансограничная, происходящая из-за усиления рисков, спровоцирования изменения климата, ростом бедности, голода и нервничества и т.д. Наталья, директор ИСЖ практики Байкаль Коммуникаций Групп, объясняет, что в обе случаях миграция происходит вневынужденно, однако нормы международного права не защищают их, так как тех, за кем официально закреплен статус беженецов. Фактически климатической беженецы законодательно не защищают. Сейчас приятнее всего люди будут искать для себя зоны с комфортным климатом. Едей есть в достатке пищи, битвая вода и пространства для выращивания едей. Причем мигрировать они будут как в пределях своих стран, так и в других государствах. Евгений Кузнецев считает, что избежать за пределами своих стран будут только самые бедные и самые богатые. Бедные будут просто штормовать границы, а богатые заранее скупят самые перспективные участки земли на самых климатически благоприятных территориях. Середний же класс, скорее всего, приместится из совсем непригодных для жизни районов, за чуть лучше не останется в своей стране. Как климатическая миграция отразится на России? Террористически Россия находится скорее в позитивной зоне, но в нашей стране есть своя опасность. «Бестрое таяние в вечной мерзолоте, которое может сделать непригодными для жизни огромной ненее заселенной территории, что выставительный вклад в потепление внесут и выпросы газа и метана, которые происходят при тоней льдов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова